Я хотела поделиться своим опытом, я занимаюсь эксплуатацией городских парков в Москве уже около 20 лет, у меня были и природные территории, и вновь создаваемые объекты. Я хотела в двух словах. Сами собой на прошлой неделе по Москве прошла информация о том, что наш город, согласно данным рейтинга индекс процветания городов, стал лучшим мегаполисом мира по параметрам развития инфраструктуры и качества жизни. Москва опередила по версии ООН такие города даже по некоторым позициям, как Лондон и Париж, что очень обнадеживает, потому что одна из приоритетных целей общемировой стратегии развития ООН на период до 30-го года – это устойчивое развитие городов. Я теперь не знаю, как мне летать. Соответственно, многие мегаполисы мира имеют богатое разнообразие. В документе по устойчивому развитию подчеркивается не только охрана и восстановление экосистем суши и, соответственно, мегаполисов, но и прекращение утраты биоразнообразия. На утрату биоразнообразия в мегаполисах влияет негативная урбанизация. Москва, конечно, не исключение. И на данный момент ООН для мониторинга и оптимизации процесса развития городов применяет индекс биоразнообразия городов. Я надеюсь, что раз мы вошли уже в этот рейтинг, то Москва скоро тоже до этого дорастет. Этот индекс учитывает местное биоразнообразие, то есть это индикатор количества аборигенных видов, экосистемные услуги, соответственно, охлаждающий эффект зеленых насаждений и депонирование углерода. И управление биоразнообразием, то есть это размер городского бюджета для сохранения биоразнообразия, наличие местной стратегии и план действий для улучшения ситуации в городе по биоразнообразию. Наш город активно к этому стремится, уже у многих градостроительных служб фигурируют в своих планах по развитию. Это развитие научно-методических основ природоохранной деятельности, энергетическая эффективность предприятий, возможности обеспечения низкого содержания углерода, возобновляемые источники энергии, варианты устойчивой экологичной обработки отходов, адаптация к изменениям климата. И, соответственно, биоразнообразие к системной услуге тоже вышли в нашем городе на поверхность. В Москве все хорошо с зеленым фондом, это может показаться с первого взгляда, у нас где-то больше 20 квадратных метров озеленения на каждого человека приходится. Зеленый фонд Москвы – это совокупность территорий, занятых зелеными насаждениями. Общая флора города состоит из более чем 1600 видов растений, 420 культивируемых, 460 заносных и 730 видов аборигенной флоры. Аборигенная флора в Москве сохранилась благодаря участкам естественных лесов с достаточно высоким уровнем флористического биоразнообразия. У нас действует система региональных ООПТ. Под статусом ООПТ в Москве находятся 122 природные территории, общей площадью около 18 тысяч гектар. Этот процесс не останавливается. За последние 10 лет создано 9 новых ООПТ. И ООПТ характеризует наличие природных естественных экосистем. То есть у нас очень разнообразные ООПТ. Есть и лесные, и луговые, и болотные, и водные экосистемы. И, соответственно, у наших ООПТ пока еще преобладают местные виды растений и животных. Но наши природные территории городские являются не только ядрами биоразнообразия для нашего города, но и активно используются в рекреационных целях жителями, которые к ним относятся достаточно небережно. Хотя экологическое просвещение в городе очень развито. У нас большое количество экологических центров. И в школе есть уроки по москвоведению. И многие дети занимаются в кружках. Но рекреационное использование наших природных территорий оставляет желать лучшего. То есть люди активно вытаптывают на почвенный покров, оставляют за собой мусор. И перед городскими службами, естественно, стоит задача как-то благоустроить эти территории. Потому что рекреационное использование подразумевает под собой какой-то уровень благоустройства с точки зрения посетителей. Ну и опять же даже с точки зрения сохранности ОПТ. Потому что если есть какой-то благоустройство, то это определенный уровень сценарного использования территории. То есть человек уже не полезет куда-то, где нет дорожки, если она есть. И таким образом возможно будет сохранить какие-то ядра экологического равновесия на этих ОПТ. Основа природного каркаса Москвы была заложена в 1935 году, когда сложилась система основных ОПТ и экологических коридоров в нашем городе. И вот, пожалуй, та схема изленения к генплану Москвы 1935 года – это лучшее, что было создано. У нас есть две самые крупные природные территории в городе. Это природный исторический парк Битцевский лес. Это региональное значение ОПТ. И национальный парк Лосиный остров – это ОПТ федерального значения. На этих территориях применяются разные принципы законодательства, разный режим использования и разные регламенты эксплуатации. Хотя рекреационная нагрузка на них практически одинаковая. И Лосиный остров, конечно, от нее страдает более интенсивно, потому что бюджет его сильно ограничен. Но у меня был период, когда я там работала. Насколько я знаю, Москва даже какой-то объем средств дофинансирует Лосиному острову. Именно просто наборку случайного мусора, оставленного посетителями в этом парке. Ну и, соответственно, сейчас городские власти взялись активно. Многие специалисты при разработке проектов озеленения используют большое количество декоративных видов растений. Без учета их жизненных стратегий и экологии появляются неустойчивые насаждения. Мы тоже от этого, как парк, страдаем. С проектировщиками работать очень сложно. У них в приоритете декоративность. И экология стоит на каком-то самом крайнем месте после декоративности и согласования своего проекта в городских службах. Неустойчивые насаждения очень сложны в эксплуатации. На них тратится большое количество средств бюджетных. И если грамотно спроектированные зеленые насаждения эксплуатировать достаточно удобно, и согласно регламентам городским, где-то отпад должен составлять в пределах 10% растений многолетних, то в тех современных сообществах, особенно вот это новое веяние с новой волной, там очень серьезный отпад, некоторые растения совершенно неустойчивы. И, конечно, на них гораздо больше уходит средств на содержание этих цветников. Еще два слова о клене и синилистном. О нем уже, конечно, много говорили, но, готовясь к конференции, открыла доклад о состоянии окружающей среды Департамент природопользования Москвы. И самая распространенная порода в городе Москве – это клен и синилистный. То есть 19% площади всего зеленого фонда Москвы составляет клен и синилистный, с которым мы все вроде как должны активно бороться. Это плохо не только с точки зрения того, что он сильно распространяется, но под ним очень низкая инсоляция, сильно страдает напочвенный покров, очень ограниченный ассортимент кустарников и цветов. И часто не получается вообще сформировать какие-то полноценные насаждения с участием клен и синилистного. Основные нормативные акции в городе – это постановление 743 об утверждении правил создания и содержания охраны зеленых насаждений природных сообществ города Москвы и федеральный закон 33 об особо охраняемых природных территориях. Это основные законодательные акты, которыми мы в Москве пользуемся. То есть они регламентируют распространение инвазий лишь на части зеленого фонда Москвы, только на особо охраняемых природных территориях нашего города. Хотя общий зеленый фонд Москвы – это 17 лесопарков, около 100 городских районных парков, 14 садов, более 400 скверов и 160 бульваров. Есть постановление 68, к которому это все прописано. В этом же постановлении прописана категорийность объектов озеленения и указана площадь в 1000 гектар. То есть это на самом деле под нормативно-правовой защитой от инвазий в городе у нас только попадает часть зеленого фонда, хотя обширная и большая, самая большая, но далеко не вся. И, соответственно, те озелененные территории, которые не попадают под защиту законодательства, они являются потенциальными источниками инвазий для всех остальных территорий. И, соответственно, это в дальнейшем, если не внести изменения в какие-то законодательства, то это приведет к деградации природного сообщества и к нарушению положительного баланса природных территорий. Сейчас хотел бы перейти к парку Горького, рассказать в двух словах, что происходит именно на нашей территории. Проблема распространения фит-инвазий, она, естественно, и не чуждая нашему парку. Мы ведем довольно активную борьбу с инвазивными видами, но очень ограниченно законодательно. То есть проблема распространения того же клёна с нелистного в парке заключается в том, что поробочные билеты мы оформляем согласно постановлению правительства Москвы 290. Клёны с нелистной относятся к малоценным породам, и вырубку подлежит только порсль малоценных пород диаметром до 5 сантиметров. И деревья данной породы, которые диаметром более 10 сантиметров, не имеющие никаких аварийных признаков, удалить в парке не представляется практически возможным. Именно эти деревья, они представляют собой опасность. То есть они как раз молодые, здоровые. Их семена распространяются и ветром, и животными, и представляют, соответственно, угрозу для всего остального растительного нашего сообщества. Привела статистику небольшую. То есть как можем, боремся. Среди вырубленных деревьев из тех, что аварийные, сухостойные, 31% вырубаемого – это все плен ясенелистный. И, соответственно, большая его часть вырубается на УПТ, это Воробьевы горы, потому что там как-то зарегулировано законодательство. Чуть меньше в нескучном саду, потому что там тоже тип насаждений более лесной. И менее всего на самых наших рекреационных участках, которые пользуются большим спросом – это в портере и в музеоне. Там, к сожалению, вырубить здоровое дерево плена и ясенелистного вообще не представляется просто возможным. В состав горького входят четыре территории. Это музеон, портерни, скучный сад и Воробьевы горы. Воробьевы горы, конечно, это уникальное растительное сообщество и особо охраняемая природная территория. Она является нашим ядром биоразнообразия. То есть не только ботанического, но и фауны. У нас чем ближе к Воробьевым горам, тем больше птиц обитают в парке. И они, соответственно, прилетают кормиться и к нам, и в портер, и в нескучный сад. Но основная среда обитания – это все-таки Воробьевы горы. Там тоже активно ведется работа по благоустройству. Парк работает с подрядными организациями. Мы стараемся обязывать подрядчиков использовать только местные виды растений в озеленении. При производстве прокладки дорожек предусматривать систему природовосновительных мероприятий. Екатерина, у нас время, время, время. Осталось два слайда. Давайте. Соответственно, занимаемся мониторингом. Предыдущий докладчик рассказывал про борщевик Сосновского. У нас, соответственно, тоже в городе есть такая система, что любой посетитель парка фотографирует, отправляет это на активного гражданина. И эта история сразу убирается. Там каких-то массовых очагов на территории у нас нет. Но единичные случаи занесения семян, они тоже бывают. Мы, причем, за территорией следим очень активно. У нас достаточно большой штат природоохранного отдела. Но даже мы не можем полностью исключить наличие борщевика на своей территории. Хотя мы действительно знаем, наверное, каждое дерево, все наши деревья внесены в реестр зеленых насаждений Москвы. Учтены все под номерами. И, соответственно, описаны все наши напочвенные покровы. Мы стараемся сами в сторону устойчивого развития, куда нас активно двигает ООН. Мы на своей территории используем цветники с растениями и медоносами. Стараемся мониторить популяцию птиц картируемых. На территории ОПТ Воробьевы горы у нас особый режим и особый регламент эксплуатации, который как раз предусматривает удаление фитоинвазии, восстановление напочвенного покрова. В ближайших планах у нас это поселить у себя пять ульев с пчелами, для того чтобы они опыляли наши луговые сообщества, и они стали более устойчивыми. Ну и мониторинг флоры и фауны. Завершить свое сообщение я, наверное, хотела бы своими предложениями, которые я предлагаю внести в вашу резолюцию по результатам проведения нашей конференции. То есть это крайне необходимо разрешить вырубку малоценных пород деревьев диаметром более 5 см, внести изменения в 743-е постановление, регулярное окошение инвазивных видов древесных, чтобы можно было производить, да, не только там, допустим, у нас регламентом зарегулировано, что мы можем косить луговые сообщества, например, только два раза в год. Но на некоторых луговых сообществах активно зарастают фитоинвазии древесные, их бы, конечно, хорошо косить более регулярно. Более тщательно следить за восстановлением окошенного покрова на особо храняемых природных территориях, просто природных территориях, использовать в озеленении преимущественно местные виды растений, пересмотреть список рекомендованных видов к восстановлению озеленения в городе, подбирать растения с учетом экологических требований для того, чтобы они стали более устойчивыми, соответственно, более устойчивыми стали все насаждения в целом, и включить кормовые цветники для птиц и животных в постоянный ассортимент озеленения города, так как биоразнообразие – это не только флора, но и фауна. Все, спасибо.